Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день. Главной задачей этого праздника является пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение всех желающих, независимо от возраста, пола или спортивных навыков и способностей. Звезды тверского спорта, которые славят наш регион по всей России и за рубежом, в этот вторник приняли участие в видеоконференц-связи с губернатором Игорем Руденей. Какие вопросы удалось обсудить, выяснила наша съемочная группа. На связи с губернатором в этот день были люди, которые представляли нашу страну на Олимпийских играх. Как подчеркнул Игорь Руденя, гордость нации. Виктор Денисов, легендарный байдарочник, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, а также спортивная пара легкоатлетов Богдан Пищальников и Ольга Иванова, у которых на двоих за плечами три Олимпиады, и Илья Первухин, известный тверской гребец, бронзовый призер летних Олимпийских игр в Лондоне. Губернатор поздравил с праздником Тверских Олимпийцев и всех профессиональных спортсменов и тренеров региона. Мы гордимся нашими удалившимися спортсменами, которые принесли и нашей стране, и их неволжью, славу великой спортивной державы, создали такие настоящие традиции побед на Олимпийском империи. Олимпийские игры для спортсменов ответственны и волнительны соревнования, поэтому подготовку к нему все атлеты начинают за несколько лет. Но в этом году из-за коронавируса игры в Токио перенесли на 2021 год. Игорь Рудея не поинтересовался у спортсменов, как они относятся к подобным изменениям. Участники общения выразили мнение, что перенос Олимпиады позволит повысить мастерство и достойно подготовиться к соревнованиям. То, что было принято решение перенести Олимпийские игры на год, оно своего рода дало положительный момент, потому что у некоторых людей спортивная форма могла быть набрана недостаточно высоко. И этот год, я думаю, они смогут использовать с правильной целью и повысить свое мастерство, техническую, психологическую уверенность приобрести, чтобы достойно представить нашу область на Олимпийских играх в Токио. Я как действующий спортсмен и думаю, что ребята меня поддерживают. Хочу сказать, что, конечно, сложно, когда ты готовишься и отдаешь все силы на попадание на Олимпийские игры и потом узнаешь, что эти Олимпийские игры отменяются, к сожалению, и переносятся на год. Спортсмены, они, как правило, все сильные духом и смогут собраться и в следующем году. Одной из главных тем разговора стало развитие спортивной отрасли в регионе. Игорь Рудене отметил, что привлечение детей и подростков в массовые виды спорта – это важнейшая задача на ближайшие годы. А для этого в регионе необходимо создавать хорошие условия, в том числе строить спортивные объекты, улучшать инфраструктуру и привлекать квалифицированных наставников. Как отметила Ольга Иванова, верхневожье с тренерскими кадрами сейчас непросто. Большинство специалистов уезжает в крупные центры. Поэтому в Твери и области их не хватает. Мы вообще очень массовый вид спорта. И дети к нам идут. Но тренеров у нас, к сожалению, становится все меньше и меньше. И когда я тренировалась, все собирались на центральном стадионе. Молодые тренеры видели, как работают старшие тренеры. Всегда был обмен опытом. Игорь Рудене считает, что тенденцию с оттоком тренеров можно переломить. Для этого в ближайшее время областное правительство и профильные ведомства займутся разработкой региональной программы по предоставлению наставникам квартир. Возможно и нужно будет еще привлекать тренеров не из местных, а такие дизулованные, нужные. Но, наверное, в какой-то контрактной системе на среднесрочную перспективу. Не так, чтобы пришел, он будет поработал и получилось, ушел. А так, чтобы поработать, он понравился, и он нам понравился, и область ему понравилась, то тогда можно было бы заключить какое-то долгосрочное соглашение. И после этого уже предоставить, наверное, жилье. В конце онлайн-встречи глава региона отметил, что с 20 июня в Тверском регионе сняты ограничения на проведение тренировочных занятий для спортсменов сборных команд России и Тверской области, а также профессиональных клубов. Говорили и о поэтапном возобновлении работ детских спортивных секций, которые должны начать свою деятельность уже в ближайшее время. Этого с нетерпением ждут 24 тысячи жителей Верхневолжья, которые заняты в 33 олимпийских видах спорта.